Так, немножко над камерой, когда ты так высовываешь, чуть-чуть, он у тебя появляется в кадре, но он тебе не видит камеру. Ну он смотрит прям на нас. И пускай смотрит, и тебе не... Ты на него просто посмотри, и все. Ну вот я не могу, давай я буду говорить, а ты будешь снимать. Сидит, да, нахочевый, со стульчиком вместе. С собачкой. С собака, собака на стульчике. Ну чтоб не было работы, что целый день на ногах. Да. Сидит, просит. Кстати, на соседнем перекрестке то же самое. Тоже со стульчиком? А да, тоже со стульчиком, они тут более нахочевые, чем в Калифорнии. Может им тут выдают просто стульчики? Не думаю. Не, они просто один у другого подсмотрел. Да, идею. Вот, и вот с собачкой прям. Вот его друг причем, напарник, на другом перекрестке стоял. Да, теперь будут общаться, обсуждать выручку. Не знаю, видно на камеру или нет, там на заднем плане вот такая скала. Как будто сзади приплюснутая, такая прикольная-прикольная. А вдруг, мама, куча лет назад были деревья гигантские такие. И они закаменевают? И они каменеваются. Потому что деревья каменеваются за... Закаменевают. Да. Вон там. И вот было вот такое дерево. Там оно упало. Мы последний раз, когда спите ехали, здесь осенью, здесь было все в дыму и ничего не было видно. И я уже впереди вижу дождь. Мы еще не доехали до Вашингтона, но я уже вижу дождь. О, дождь, это хорошо. Это прям как-то аж приятно. Ну, да, после Калифорнии это приятно. Он, Семен, очень-очень дождь. Так, ну что, мы пообедали. Полпути практически проехали. Теперь, ну, если даст Бог, все нормально, к 9 вечера будем на месте. Вот, значит, что еще я хотел сказать? А, вот сейчас, знаете, прикол. Вот только что я с жены моей просто угораю. А теперь ты угораешь. Ну, твоя очередь. Да, ну, теперь моя очередь, понимаете. Купили мы, заехали две вот этих, два вот этих стакана кофе в Старбаксе. Я заказал, чтобы они были с этим, с молоком, ну, с кремом. Ну, потому что я без молока не пью. Да. И они нам дали без крема. Отъезжаем мы, буквально один перекресток, и у жены моей такое есть украинское слово «гвалт». И она просто все, она бедная уже вся, вся просто… Я расстроилась, расстроилась, ужас какой-то. Вот такая вот мелочь, ну, вот, может вышибить равновесие и довольство, так скажем. Ну, да. У меня, наверное, больше, чем если бы, ну, я не знаю, какие-то более большие происшествия. Они мне не так вышибают. А вот какая-то мелочь, на которую ты настроил, ну, это же легко, это же все. Я сейчас хотела кофе с молоком. И тут я обнаруживаю, что кофе абсолютно без молока. Катастрофа. И нужно вернуться теперь им и отдать этот стакан, конечно. И мы вернулись, и Семен пошел, порешал все вопросы. У тебя просто не сына золота, жена. Да, я согласна, что он спас меня. Поэтому вот такие у нас тут веселушки происходят. Ну, обычно здесь, ну, без проблем. Но это нужно вернуться, нужно сказать. Я на них это заказывал, и они просто наливают тебе другой кофе, который ты хотел. Все. И все. Никто даже не проверит, ни чек, ничего, ничего не проверят. Ты просто, пожалуйста, что тебе дали кофе не туда. Они бы даже не знали бы, потому что я зашел, а мог бы зайти любой человек туда и просто зайти и сказать, я только что пять минут заказал назад кофе, и мне не дали. Или оно было не такое. Или люди, знаешь, что делали? Вперед заходит Starbucks. Эксперимент делал. Заходит Starbucks, заказывает кофе, выпивает кофе, говорит, мне оно не понравилось. Можно, пожалуйста, мне refund? И они ему дали деньги обратно. Конечно. Потому что ему оно просто не понравилось. Ну, я думаю, что ты, это вот лайфхак, как ты можешь выжить в Америке. Подходишь одну пачку кофе, ой, одну стакан, один стакан, выпиваешь его. На следующий день приходишь с этим стаканом пустым, они же не видят, что ты их говоришь, эй, мне там не понравилось или что-то там, я не знаю. Мне не дали. Мне не дали достаточно крема. Тебе просто наливают другую кофе, этот стакан у тебя остается. Тебе же не проверяет, есть у тебя в стакане кофе или нет. Ой, Тош, вот Антоша, мы его отдали. Ура! Семен, 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 аккуратнее, уже открывает окна. Передние можно. Ну, задние тоже, сынок, теплые летят, не нужно? Нет, можно передние. А задние не тоже. Вот так вот, ну, кофе мне сделали с молоком. Ну, я успокоилась и едем дальше. Дождь это хорошо, согласна. Это очень хорошо. Сейчас попью кофе и закончу видео, которое неделю назад начало отвечать на вопросы, где я работала. И вот в чем секрет. Что нужно для счастья этой красивой девушки? Кофе? Нет. С молоком. Нужно просто мелкие какие-то ожидания их выполнять. А что если у тебя большие, ты думаешь, что это мелкая вещь, а для кого-то это большая? Вот тут не знаю, проблема со мной. Сынок, тут, ты знаешь, вот я могу сказать, что ее в основном все ожидания и запросы, они такие какие-то мелкие. То есть у меня вот буквально там ситуация была там сегодня утром, которая была, ну, я не знаю, сколько, намного больше. Намного дороже, чем в стакан-кульпе, правда. И она такая была спокойная. Я был совершенно неспокоен. Ну, нам было спокойно. Че там мелочи такие? Ладно, больше там озвучивать не могу некоторые цифры там и так далее. Ну, это просто вопросы бизнеса, которым я занимаюсь. Ну, что ж, женщина может вывезти стакан-кофе, куда молока не добавили. Люди едут на отдых, самое главное, прихватили большую кастрюлю. Понял? Коляска. Кулер и большая кастрюля. Так что готовы к отдыху. Это срезанная гора и там надпись. Я думаю, что это просто граффити. Да? Да, мне кажется, по залазке там написано. Ну, вот, можешь, выпускники туда приходят и краской просто пишут. Имя там было. А они просто как стены получились. Их срезали по гору. Это граффити. А такой чёрный камень, да, как будто он горел. Да. Ну, это просто по залазке написали хорошие стены. Ну, такая вот долина между гор. Тучки. То, что мы давно не видели в Саграменто. Для них это, наверное, естественно. Температура в 57 градусов. Это 2 градуса. 57 градусов. Дай-ка я посмотрю, сколько это будет по... Цельсию. Вот, если сейчас посмотрим. Сейчас обновится. Это... Ой! 12... 12 градусов всего лишь. Ну, серьёзно? Да? Ты что с кондиционером едешь? Ты что с кондиционером едешь? Не знаю, что ты с кондиционером едешь. Такая прикольная долина здесь для жизни между гор. Травка у них ещё зелёная. Есть, конечно, жёлтая тоже, но позеленее, чем у нас. Я думаю, что сейчас, пока мы проскочим Орегон и доедем до Вашингтона, то там уже будет зелень. Я не знаю, замёрзнем мы на свадьбе или нет. Нас предупреждали, чтобы мы брали кофты или ветровки. Мы уже свои, конечно, дома запрятали в шкаф после зимы. И сижу будем раздевать родственников, забирать у них кофты. Кстати, вы сможете познакомиться, если они, кстати, не против, я не спросила. Сейчас две моих сестры там в Вашингтоне. Одна там живёт, она постоянно другая, вот, которая говорила, что она в Испании. Они сейчас прилетели буквально неделю здесь. Это их сын женится. Поэтому я увижу своих двух сестёр. Одну я уже два года не видела в реальности. А другую полгода назад мы виделись. Вау, ребята, это уже, наверное, пятый дождь на нашу дорогу. Мы просто, ну, пока что мы этим наслаждаемся. Потому что, ну, здесь это, как норма, для нас это чудо и радость. Аж не верится. Конец мая и тут такой дождик хороший. Классно, конечно, дождь, но, наверное, если это часто, это тоже подоедает. Вот тут резиновые холошки и сапожки, которые ездят в магазине. Пригождаются, наверное, чаще. У меня дочка говорит, слушай, взять куртку. У меня есть куртка такая, как дождь, но от дождя. Я говорю, да, дочка, ну, не надо. А может быть и надо было. Вот она, орегончик. Уже мы тут не сами заправляем. К нам подошёл человек. И он заправляет. Говорит с таким большим акцентом мексиканским. И я думаю, что это та работа, когда он ожидает чаевые. Мы работали на таких работах, когда это очень приятно, что дают чаевые. И поэтому мы сами стараемся дать какие-то чаевые в этом случае. Дали? Ещё не, не дали, но я сейчас приготовила. Я думаю про 2 доллара чаевых, но я сейчас спрошу, что папа думает по этому поводу. Я не сильно, как бы, опытная или привыкшая, как на заправке, сколько это, ну, нормально чаевых оставлять. Там неплохой телец, кстати. Да? Такой. На, держи. Поснимаешь? Я это... Ну, сейчас папа придёт, спроси у него, достаточно ли вот 2 доллара чаевых. А я схожу тоже, посещу ту комнату. Он нам заправили на 47 долларов. Он тогда надо дать ему 2 доллара, да. Чего нет? Вот это мама. Сейчас, подожди. Ничего не дал. Я... Я... Мама спросила, чтобы я у тебя спросил. Ага. Она говорит, я не знаю сколько. О, thank you so much. Так, ну что, ребятки, мы подъезжаем к городу Портланд. И, наверное, вы слышали все по новостям, что этот город прославился во время всех этих, как сказать, Black Lives Matter, так, наверное, это время беспорядно зовут в истории, тем, что в этом городе было, ну, одно из самых больших, одно из, как сказать, эпицентр самых больших беспорядков. И вот здесь просто подъезжаем к городу, мы еще туда что-то не заехали, но мы видим, что просто уже перед городом целые города такие, ну, бомжатские. То есть, города бомжей, просто палатки стоят, все стоит. И, ну, может, не все стоит, может, что-то и лежит. Я не понимаю. Извините. Я что-то ляпнул. Нужно делать серым цветом. Сибирь, а что ты там угораешь, а? Нет, твои шуми. Сейчас может быть видно, они прям такие палаточные города. Мы там были, поезжали. Да что ты меня давишь опять? Опять кто-то тебя давит? Да что же тебе все давят и давят, родная. Там пятки наступают, хотят, чтобы я им... Ты сегодня рассказывала, кто-то тебя там в новогоднюю ночь догнал сзади, понимаешь? Теперь опять тебя сзади давят. Да что за дела? Смотри, скорость, которой тут разрешено ехать, 65 миль в час. Да. Я еду почти 80, 70, 80, 79. И это Орегон, господа. Я, понимаешь, я уже еду больше, чем здесь можно ехать. А они мне сзади на пятки наступают и хотят, ну давай, едь быстрее, либо уходи в сторону, уступай нам дорогу. Но я ничего не нарушаю в плане того, что я немедленно еду. В Америке просто тебя могут оштрафовать, если ты тормозишь поток, если ты едешь по трассе меньше, чем... Ладно, родная, ты молодец. Все, я в ударе. Ты молодец, ты сегодня в ударе, да, мы видим это все. Когда устаю, начинаю больше болтать. Все, ты просто сегодня очень классный. Надо сейчас какой-нибудь еще видосик запилить, какой-нибудь юморной с тобой. Ты, мне кажется, сейчас будешь как раз, как раз вот то, что надо. Для меня усталость, как для других алкоголь. Развязывается язвыка. Это точно. Папа, ну та шутка была легендарной. Да ты что? Да. А как ты ее понимаешь? Она была хорошая. Она была хорошая? Да. Вот так вот. Семен оценил мою шутку. Сегодня у нас фух с дороги. Как проехать 12 часов и не сойти с ума называется? Поздно мы уже сошли. Ой, я застухохатываю, конечно. А я вот, знаете, думаю, вначале я радовалась очень дождику. А сейчас я еду. Это я еще не иду. Я только еду. Смотрю на дождик, а потом смотрю на свои белые тряпочные кроссовки. Такой летний калифорнийский вариант. Чтобы не жарко было. Смотрю и думаю, может, зря я их одела. Тут тебе точно жарко в них не будет. Не, не то, что не жарко. Но если тут так мокро, а они у меня тряпочные и белые, то... Ну, конечно, да. Будет... Они красавцы, короче, к концу поездки. Так, ну что, городкова пока не видно больше. Поэтому, ну, сейчас появится. Мы включим опять камеру, покажем вам. Так, ну что, господа, мы в Портланде. Канатная дорога, смотрите. Люди катаются над фривеем. Вот, хорошее приключение. Давай туда поедем, мам. Покататься? Да. Прикольно. Так, нам на пятерочку надо отсюда уходить. Ну, это больно-то и голая. Да, длинная. Над фривеем, видишь, идет она. Так, ну так, с фривеем ничего не видно. Таких каких-то больше районов бомжей, поселений вот этих всех. Сейчас, наверное, уходим еще. О, теперь же не видно. А, не видно. Вон точно, слушайте. Только сказал, что не видно. Да, нет, мы даже близко возле центра города обычно. Они возле центра города, их просто много очень. Да, куда мы дальше? Я болтаю, не смотрю на дорогу. Да, смотри, вот все тебе будет хорошо. Тут просто все твои линии, не переживай. Все мои. Все твои, все твои. Поэтому все хорошо. Вот, смотрите, на Портлод. Вот тут мосты такие. И вода. Лодки там большие. Так, мы на Сиэтл едем. Это наша полоса. Мы на Сиэтл, да, это наша полоса. Вот сколько лодочек, а. Да, это была наша полоса. Такой высокий мост. Но наши лодки, может, в следующий раз до Сиэтла. Да, до Сиэтла. Я думаю, что, мальчики, вы помрете. Вас укачает. Это очень интересно. Мы быстро ехать не сможем так. Хотя, может, и сможем. Не знаю. На берегах ты будешь, но все равно ты, мне кажется, может, ты больше дня займешь. Ехать на машине? На лодке, нет. А, на лодке. По океану. По океану. Не, ну так далеко от берега. Ты на такой лодке не сможешь. А что, далеко от берега? Просто что спать не сможешь? Не сможешь спать нормально. Не, ну скажем, если вот мы вообще спать не будем. Тут нам все, вообще, просто два дня займешься. Интересно, какая скорость, вот если ты едешь. Лодки? Ну, ну, лодки скорость, знаешь, какая? Да, правда. Что там? Город бомжей, да? Город бомжей был, да? Ну, вот я же стараюсь вперед смотреть. Видите, какие-то там стеклянные эти вот, башенки. Такие симпатичные. Лодка, она идет 50 км в час. Ну, да. Это огромная. На воде это огромная скорость. Ну, да, если мы на машине едем 12 часов. Я понимаю, что там более ровно будет, но как бы... Хотя по над берегом тоже не знаю. Не знаешь, как там ровно-не-ровно. Я же не изучал маршрут. Вот, где башенки поближе. А зачем они? А я откуда знаю. Да красоты может быть. Танцующая ленточка. Танцующая ленточка, ух ты, как ты ее обозвала. Так, ну, короче, вот так вот. Портленд мы пролетаем. Сразу же из Портленда попадаем в этот Ванкувер, да? Да, он сразу же за мостом, за рекой будет. Ну и сразу же Вашингтон. Мы уже пересекаем. Да, да, и сразу же Вашингтон. Я так понимаю, вот здесь сейчас будет граница с Вашингтоном. Поэтому, по сути, мы пролетели Орегон. Без единой проблемки в плане полицейских. Здесь просто особенность такая, что... А, вот, видите, очередное. Очередные палатки. Значит, особенность... Ух, тут их много. Вот опять, видите, палатки, палатки, палатки. Значит, особенность Орегона в том, что тут часто стоят полицейские и ловят скорость. Потому что, видите, в каждом штате своя скорость. Например, в Калифорнии 65 миль, но реально, если ты идешь там до 75, никаких вопросов нет. А если в Орегоне с такой скоростью идешь, тебя полицейский ловит, то у тебя попал хорошо, на хорошие деньги. Так, вон везде палатки, смотри, и правда. Это не туристы. И это не туристы, да, это правда. Это местные уже тут, похоже. Это три города, по-люблению. Хотя тут так много дождей, и все равно они тут... И как они с палатками? Да, у нас редко, им хорошо. В Калифорнии, да, им просто... Может быть, наши поэтому меньше ставят палатки. Вон они тут слева целый город там. Ого! Вон там тоже, смотрите, да. Везде, короче, по фривеям. Вон, видите, палатки, смотрите. Ну, то, что ближе к центру города, их будет много. Вон тоже целая куча палаток стоит, видите. Надеюсь, вам видно что-нибудь. Слушай, ну вот мы сейчас во Штон заезжаем. Ты не хочешь из Калифорнии уехать, в Вашингтон же нам? Жить? Да. Ну, если говорить о природе... Она, видите, аж запнулась, когда увидела вот эту природу. Ну вот, с палатками такими, да. Везде их тут просто тучи. А если говорить о погоде, природе, наверное, мне больше здесь нравится. Вообще-то, да. Ну, зима у нас поприкольнее, чем здесь. Нет, я не соглашаюсь. Тут снег иногда есть. Если есть, то есть большой. Ну, мы сейчас говорим о мнениях, когда ребенок и когда уже человеку больше 19. Ну, чем тебе не нравится снег? Давай я тебе отвечу на этот вопрос через 20 лет. Ха-ха, хороший ответ. Через 20 лет я буду старым. Да ладно. Ну, ты хочешь сказать, что я старая? Нет, ты молодая, тебя 18. Почему ты знаешь? 24. Так, ладно, давай, расскажи. То есть, вот, все-таки ответь на вопрос. Переехать? Да. Вопрос, смотри, чем заниматься. Я готова переехать и на крае света, как говорится, но надо понимать, что ты там будешь делать, чем ты занимаешься. Так и в Америке. Я могу жить в любом штате. Абсолютно. Главное понимать, что там делать. Ну, должна быть какая-то цель. Мы еще с тобой не достигли того возраста и того времени, когда вот, даже больше не возраста, а времени того, что мы можем ничем не заниматься. А вот просто, что хочу тут делать. Хочу в грядке, говоря, хочу на рыбалку иду. И все остальное. Хочу монетки, иду еще. Вот тогда бы, ну, можно выбирать такое место, вот такое вот, вот такое вот особенное, самое лучшее. А сейчас я больше склоняюсь к тому, что нужно понимать, что ты будешь делать. Так, ну что, нам осталось тут миль где-то 140, да, 150. Мы заезжаем в Вашингтон, вот это мост. 146 миль осталось нам поехать. Вот это мост. Федерал В. Вот это мост перед Вашингтоном и Орегоном. Между Вашингтоном и Орегоном, да. Я сейчас вам скажу, когда мы будем. А какая это река, Семен, ты помнишь? Это река Синя. Ну и крутился, а. Да что, что, это мне напоминает, когда мы уже, уже, нет, уже, въехали у Вашингтона. Нет, уже, уже в Вашингтоне. Сейчас, сейчас, смотри, что там, там будет вывеска. Нет. Да? Нет. Да. А тут, наверное, ты знаешь. А может, я ошибся. Сейчас посмотрим. А, видишь, нету. Сейчас посмотрим. Нету. Может, и нету. Ладно, не спорю с тобой. Ага, я выиграл. Ты выиграл, согласен. Нету. Нету, точно. Я думал, что появится какая-нибудь там, типа, welcome to Вашингтон или что-нибудь такое. Мы там было, мы пропустили, наверное. Нет, там написано entering. Да, да. Это не было. Вашингтон, осталось нам тут 2 часа. Значит, ребят, смотрите. У нас получается такая ситуация. А, нет, есть. Знак есть. Ага, вот так. Да. Welcome to Вашингтон. Есть-таки такой знак, видите. Да, папа выиграл. Нет, ну на мосту-то его не было. Поэтому и Семен выиграл, все у нас выиграли. Значит, ребят, смотрите. Мы, получается, едем на свадьбу к племяннику Люденому. Вот. И сейчас, так как Наташа с Мишей, Наташа, это Люденая сестра, они только приехали из Испании. У них здесь есть дом. И они его сдали в аренду, пока они там несколько лет жили в Испании. И сейчас, как бы, квартиранты, они живут, и у них, получается, контракт до июля, да, что ли? Или до июня, что ли? Юлию или июня не помню. Ну, в общем, они приехали, но пока что там квартиранты, они их не могут выселить раньше контракта. Да. Им самим негде жить сейчас, поэтому они сейчас пока живут у брата Мишиного. Вот. И, получается, естественно, нас принять тоже не могут. Поэтому... Мы едем чуть-чуть дальше. Мы едем чуть-чуть дальше, и мы едем к моему брату в гости. Значит, мой самый старший брат здесь живет тоже в Вашингтоне. Он намного старше меня. Ему уже там... Прилично за 60. Значит, ну, его на самом деле дома не будет. Просто жена и двое детей старших еще с ними живут, которые не женаты. Вот. И поэтому мы там просто будем ночевать. И, наверное, я не знаю, как... Его жену тоже зовут Люда. И она сейчас как раз только переболела коронавирусом. Она себя немножко плохо чувствует. Поэтому мы так просто приехали, чтобы не сильно ее беспокоить. Просто приехали, переночевали. Сами там все приготовили завтраки и уехали. Все. Мы, по сути, в доме не будем находиться. Мы не просто едем гостить к ним. Мы просто как бы место для ночлега, так скажем. Поэтому я не знаю. Там у нас навряд ли получится что-то там, ну, какое-то знакомство и так далее. Потому что она себя плохо чувствует. И, ну, я не знаю. В общем, поживем, увидим. Так, ну что. Нам 47 минут до места прибытия. И я думаю, что еще минут 10 до заката солнца. И потом будет ничего не видно. Поэтому мы, не доезжая, хотим закончить видео. Вот посмотрите на зеленый Вашингтон. Зеленые елки везде. Но тут желтой травой пока еще не пахнет даже. Видите, обочина. Смотрите, я показываю вам обочину. Все зеленые. Все зеленые. Вот, значит, и, кстати, это вот вот... Мы сейчас будем заканчивать видео. Но просто хочу вам сделать анонс следующего видео. Мы пойдем сейчас в один из магазинов здесь, в Вашингтоне. И потестируем, посмотрим. Может, немножко посравниваем цены. В общем, поэтому, если вдруг вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео в магазине. Все, на этом прощаемся с вами. Спасибо за то, что были с нами в этой дороге, ребят. Всем пока. Пока-пока. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вот. Пока. Пока.